Особенный сад для особенных детей. Казанский Федеральный Университет продолжает работу с детьми с расстройством аутистического спектра. Этот детский сад уникален прежде всего тем, что специалисты здесь в работе с детьми применяют методы прикладного анализа поведения. Это такие методы, которые имеют научно доказанную эффективность. Минувший день российской науки положил начало новому просветительскому марафону. Это ярчайшее проявление российской науки. Многие мегапроекты, научные мегапроекты в мире, невозможно вообще было бы начинать без участия российских ученых. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Юлдашев. В День российской науки в Казанском Кремле состоялось вручение Госпремии Татарстана в области науки и техники. Награду из рук президента республики получили семь ученых Казанского федерального университета. Расстройство аутистического спектра – одно из самых распространенных нарушений детского развития. По статистике, примерно каждый сотый ребенок имеет аутичные черты. Компетентное вмешательство значительно улучшает прогноз развития детей с аутизмом. Именно эта цель лежит в основе проекта «Детский сад Казанского федерального университета. Мы вместе». Маленькие ножки бежали по дорожке. Топ-топ-топ. Отлично. Молодец. Справился. Это далеко не первое логопедическое занятие с Демидом. Благодаря регулярной коррекционной работе педагогов у мальчика наблюдается заметная положительная динамика борьбы с заболеванием. «Я хочу отметить, что она очень положительная. Именно вот в этом детском саду, именно вот с этими специалистами, я замечаю огромную динамику в развитии». Миссия детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» – это создание системы комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях специального и инклюзивного образования. Это уникальный проект, аналогов которому не существует в России. Модель детского сада состоит из основных трех направлений. Это коррекционно-развивающее, консультативно-диагностическое и научно-исследовательское направления. В рамках коррекционно-развивающегося направления в детском саду работают 10 групп кратковременного пребывания. В группах особый ребенок, дети, как и в обычном саду, находятся без родителей. Каждый день в течение пяти часов они получают индивидуальные и групповые занятия со специалистами. Ходят на прогулки, учатся общаться друг с другом, играют вместе. «В каждой группе есть высокотехнологическое обеспечение и прекрасное оборудование. В своей работе мы активно используем интерактивные доски, сенсорное оборудование, разнообразные дидактические игры, обучающие игры». С неговорящими детьми используем систему альтернативной коммуникации «ПЕКС». «Читал? Где читал? Читал? Долг». «Все сделал? Замочек закрываем». «Работа сложная, но интересная. Зачастую к нам попадают дети уже в 6-7 лет, не владеющие вербальной речью. И для них нам важно подобрать адекватные средства общения, чтобы они могли выразить свои желания, выразить свои потребности. И по результату диагностики, и опираясь на возможности ребенка, мы подбираем такое средство». «Через печать и чтение педагоги вызывают у ребенка звуки. В каждой группе есть компьютер и оргтехника, а также высокоскоростной интернет. Поэтому диагностические материалы и индивидуальные учебные программы доступны в любое время». «Этот детский сад уникален прежде всего тем, что специалисты здесь в работе с детьми применяют методы прикладного анализа поведения. Это такие методы, которые имеют научно доказанную эффективность в мировом масштабе и позволяют очень эффективно и продуктивно обучать детей различным навыкам и корректировать их нежелательное поведение». Методы прикладного анализа поведения применяются повсеместно, как на занятиях, так и в свободной деятельности, в режимных моментах. Активно используется визуальная поддержка, фотографии детей, визуальное расписание, цепочки бытовых действий, алгоритмы выполнения заданий. Это упрощает для детей понимание задач, способствует быстрому усвоению нового. Первая связь между ребенком и педагогом проявляется в виде музыкального диалога. Музыка помогает включиться в окружающую среду, способствует развитию творческого воображения. Для повышения мотивации детей применяются различные системы поощрений. Консультативно-диагностическое направление представлено Центром сопровождения семьи. Это отдельный блок в детском саду, где дети получают комплексное обследование специалистами мультидисциплинарного консилиума, а затем регулярно посещают занятия с логопедом и дефектологом. Родители же получают индивидуальные консультации, а также мастер-классы и тренинги. Немаловажное и научно-исследовательское направление. Детский сад сотрудничает с различными институтами и кафедрами КФУ. Выступает площадкой для проведения прикладных и фундаментальных научных исследований в области аутизма. Научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины тесно сотрудничает с детским садом для детей с РАС «Мы вместе» КФУ. У нас есть три отделения. Центр патологии речи, отделение видеоэгомониторинга, отделение двигательной нейрореабилитации, а также исследовательская группа ученых, которая занимается изучением особенностей питания детей с РАС и изучением различных иных аспектов, которые необходимы для комплексного восстановления, для комплексной абилитации детей с РАС. Так был поддержан проект, который направлен на оценку исследования влияния дисбиотических нарушений, которые мы наблюдаем у детей с расстройством аутического спектра, на иммуновоспалительные реакции в их организмах. Мы надеемся, что данное исследование позволит разработать и внедрить диагностическую панель для оценки дисбиотических нарушений у детей и иммуновоспалительных реакций в организме. Уникальная модель детского сада КФУ, создание которой было инициировано Ильшатом Гафуровым, высоко востребована как родителями, так и специалистами и учеными. Это федеральная инновационная площадка по разработке и реализации адаптивной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра. Широкое применение передовых инновационных технологий направлено на достижение важной цели – всестороннее развитие детей с РАС, которое позволит им продолжить обучение в школе, социализироваться и максимально реализовывать свой потенциал. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Представители казахстанских СМИ Хабар-24 и Казахстан посетили Казанский федеральный университет. Причиной тому стал предстоящий визит президента Казахстана Касым Жомар-Токаева в Казань. Проректор по образовательной деятельности университета Тимирхан Алишев рассказал журналистам о работе университета со студентами и абитуриентами из Казахстана. Казахстан – наш традиционный партнер. Сегодня в университете обучается порядка 570 студентов из Казахстана. Ребята могут поступать на основании внутренних испытаний, то есть они подают заявление и поступают к нам, вопросов нет. И в том числе они могут поступать по итогам Олимпиад, которые проводят Казанский университет. В День российской науки в Казанском федеральном университете стартовал просветительский марафон «Знания о науке будущего», инициированный Российским обществом «Знания». Все подробности далее. Просветительский марафон «Знания о науке будущего» впервые объединил работу студии «Общество знания» сразу в пяти городах – Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле. В течение всего дня прошли несколько увлекательных лекций, панельных дискуссий и презентаций научных проектов. Мероприятие проходило в смешанном формате. С приветственным словом к участникам марафона выступил в Рио-ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Сегодня мы тоже видим ярчайшее проявление российской науки. Многие мегапроекты, научные мегапроекты в мире, невозможно вообще было бы начинать без участия российских ученых. Сегодня яркая, красивая российская наука, которую делают молодые люди, это есть тот двигатель нашей страны. Слова поздравления также прозвучали от заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан Софьи Мустафиной и вице-президент Академии наук РТМ Вадим Махоменко. Напомним, что 20 декабря общественная просветительская организация запустила совместно с Казанским университетом проект, направленный на популяризацию научных знаний, информирование граждан о современных достижениях в области науки и технологий доступным языком. Соглашение о сотрудничестве было подписано со стороны Казанского университета Ильшадом Гафуровым и со стороны Российского общества знания Максимом Древалем. В рамках реализации данного проекта на площадке ВУЗа была открыта мультимедийная студия лектории общества знания. Мне очень понравилась его мысль, что основной упор развития молодой науки мы должны делать на том, чтобы принимали те ученые, которые уже в принципе в возрасте и которые уже очень давно в научной среде, они должны их принять и должны им помочь. Это очень важно. Эксперты, представители науки, IT-индустрии, бизнеса, образования, а также государственные деятели рассказали о самых перспективных исследованиях и прерывных открытиях, поделились своими знаниями и представлениями о науке будущего. Елизавета Никитина, Универньюс. На этом все. В студии был Амир Юлдашев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!